Вы смотрите Backstage News. Киану Ривз анонсировал съемки новых частей культового научного фантастического боевика «Матрица». Актер рассказал, что возможно в скором будущем начнутся съемки продолжения культового фильма. По словам Киану, за режиссуру киноленты, которая на этот раз будет снята с помощью 3D, снова возьмутся Лана и Лили Вачовски. Также Киану Ривз уточнил, что обсуждается съемки не одного, а сразу двух сиквелов «Матрица». Кроме этого, он рассказал, что в качестве консультанта будущих фильмов выступит легендарный Джеймс Кэмерон, который снял такие картины, как «Аватар», «Титаник» и первые две части «Терминатора». Актер признался, что пока работа над продолжением «Матрицы» находится на стадии обсуждения, поэтому точную дату начала съемок сообщить не смог. К слову, в общей сложности трилогия «Матрицы» собрала в кинотеатрах по всему миру более полутора миллиардов долларов, а главный герой кинолент «Нео» до сих пор занимает место в сотне самых лучших киноперсонажей в истории кино. В сети появились первые фотографии со съемок долгожданного фильма «Темная башня». Основная часть съемочного процесса проходит в Южной Африке, однако часть сцен все же снимается в Нью-Йорке, и журналистам удалось запечатлеть Мэтью МакКонахи, который в картине исполнит роль главного злодея Рэндалла Флэга. По сюжету романа стрелок Роланд Дискейн, которого исполнит Идрис Эльба, отправляется в путешествие на поиски «Темной башни» и некого магического оплата вселенной, удерживающего все миры от хаоса и разрушения. Главную женскую роль тирана исполнит Эбби Ли. Фрэнк Ранс исполнит роль Пимли, правой руки главного злодея. Также в картине появятся Кэтрин Уинник, Джеки Эрл Хейли, Саманта Виллогби, Кеннет Фокк и Алекс МакГрегор. Согласно информации от автора серии книг «Темная башня» Стивена Кинга, фильм не станет детальной экранизацией романов. Многие события, которые будут показаны, на самом деле лишь продолжат сюжетные линии, начатые в книгах. Премьера картины назначена на 23 февраля 2017 года. Антонио Бандерас осенью этого года посетит Москву в рамках мирового турне своего фотопроекта «Women in Gold». По словам актера, фотографией он увлекается всю жизнь, но лишь несколько лет назад решил показать свою страсть всем желающим. Первая выставка актера, получившая название «Secrets on Black», была представлена в 2010 году. Выставка «Women in Gold» стартует 14 сентября в Московском мультимедиа-арт-музее и продлится до 3 ноября. В рамках этого фотопроекта актер, режиссер, а также продюсер Антонио Бандерас продемонстрирует публике свой взгляд на загадку, имя которой женщина. До этого момента фотографии Бандераса выставлялись в Чили, Мексике, Испании и Аргентине. Бандерас лично представит гостям выставки 22 фотографии, а затем примет участие в специальном благотворительном мероприятии, подготовленном фондом «Обнаженные сердца» российской модели и актрисы Натальи Водяновой. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал Backstage News и не пропускайте ежедневные выпуски новостей.